Бостон в эти минуты застыл в траурном молчании. Город, да и вся Америка вспоминают погибших ровно год назад во время взрывов на финишной прямой 117-го международного марафона. Ранения в тот день получили 260 человек. Большая часть из них остались инвалидами и до сих пор проходят реабилитацию. Бостонский теракт стал второй по силе травмы для американского народа после 11 сентября. Рассказывает Елена Мещерякова. Мелкий дождь – такой же аккомпанемент памяти, как шотландская валынка. Бостонское утро началось с поминальной службы. Все по-домашнему. В центре внимания не губернатор штата, не мэр города, а родные Мартина Ричарда, Кристал Кэмпбелл и Луи Линдзи. Им год назад не посчастливилось занять лучшие места болельщиков у самой финишной прямой. Два взрыва с интервалом в 12 секунд. Скороварки братьев Царнаевых сработали как часы. Трое суток на погоню. Тамерлан убит. Джохар еще в бегах оставляет кровавую запись на дне лодки, в которой прячется последние минуты перед арестом. Атакуя одного мусульманина, вы нападаете на всех. Через 10 лет жизни в Америке этнические чеченцы пошли на самодеятельный джихад. В ноябре суд. По 30 обвинениям, которые уцелевший террорист не признал. По свидетельству New York Times, подозреваемый встречает годовщину в камере-одиночке без права общаться и молиться с другими. Раз в неделю разрешено письмо, три листа с двух сторон убористым почерком и телефонный звонок. Но дозвониться маме в Дагестан из тюрьмы бывает проблематично. Происхождение доморощенных террористов еще год назад казалось полезным следствием. Российские спецслужбы по запросу ФБР передали коллегам даже запись перехваченного телефонного разговора Тамерлана с матерью Зубейдат. Но в приоткрытом накануне докладе инспекторов ЦРУ русских обвинили в некой операбельности. Якобы дважды еще до терактов Москва не отвечала на запрос о Тамерлане, ограничившись характеристикой последователь радикального ислама, глубоко верующий человек. Доклад по Бостону и санкции по Украине совпали по времени, и вывод оказался двусмысленным. Предотвратить бостонские взрывы было невозможно, и не в последнюю очередь из-за русских. Теперь американцы рассчитывают только на себя. Они готовы к марафону и обороне. Меры безопасности увеличены, но ненамного. Уверяю вас, мы были бдительны и в прошлом году. Мы предупреждаем всех, что рюкзаки и сумки будут полностью запрещены в зоне проведения марафона. И так же будет действовать старое правило. Увидел что-либо, скажи кому-нибудь. Свежая краска на финишной прямой. Вообще-то, по правилам, разметку трассы наносят за ночь до соревнований. Новый бостонский марафон стартует только через неделю. Но во внеплановых малярных работах символизма не меньше, чем в десятках стихийных, мемориальных экспозиций по всему городу. Цветы, слова и даже кроссовки, которые больше не пригодятся. Фонд помощи пострадавшим за год собрал 61 миллион. Чужими молитвами и деньгами все потерявшие конечности, в конце концов, встанут на ноги, пусть не свои. К сожалению, это данность. Я должен двигаться вперед. Поразительная сплоченность, непобедимый дух – это то, что вдохновляет и объединяет теперь американцев, сказано в обращении президента Обамы. Еще две недели назад он приветствовал такими словами победителей мировой лиги по бейсболу клуб «Бостон Ред Сокс». На торжественную церемонию в самый большой зал городских собраний Бостона вместо главы государства прибыл его заместитель. Тон его речи искренний и пафосный одновременно. В прошлом году весь мир был свидетелем. Обычные люди, горожане, совершали невероятные, экстраординарные поступки. Они несли воду и одеяло. Доктора бежали прямо из госпиталя через беговую дорожку. Жители открывали двери своих домов чужим людям. Так поступают американцы. В память о погибших и в честь выживших город планирует не спустить флаг, а поднять его. Бостон отныне город-герой для всей страны и, кажется, даже мира. Елена Мещерякова, Анатолий Кошенко, телекомпания RTVI, Нью-Йорк, Бостон.